Санкт-Петербург Карц�� Поп例 Костой Команды Штат! В этой клаве победу Гризафи! Игорь! Бест Бакки! За жилье номер шестой! Блокисло! Берега! За жилье номер шестой! Бакри! Берег стоит на товарища номер шестой! Игорь! Максим Еребов! Напоминает где номер 97! Югнива! Бузее! Бабайте! Уб Добро пожаловать на наш канал! 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 без поражения автомобилиста. Ощущаете гордость? Да нет, я не настраиваюсь. Любой другой матч. Василий, с дебютом каково это? Ну, сейчас тяжело сказать, да. У меня эмоции такие остались очень положительные. В принципе, от этого матча, если бы не гол. Но для первого раза, наверное, неплохо. Мне 17 лет, и сыграть в КХЛ, это, в принципе, уже для меня большое достижение. А что тренеры говорили перед тем, как налет будет в третьем периоде? Сказали сначала разогреваться, потом успокоиться, но мне это, естественно, не помогло. А потом начали подъезжать уже ребята. Говорят, выдыхай, успокойся, это игра. Ну и, наверное, чуть-чуть все-таки успокоился. Вы стали первым игроком, рожденном в 21 веке в КХЛ. Это вообще что-то значило? Для вас есть ли это? Ну, я только от вас это узнал. В принципе, сложно сейчас что-то сказать, но и думаю, что другие игроки первого года в этом году тоже сыграют в свои первые матчи. Поэтому как-то так. Какие у вас остались впечатления от молодежной сборной? Вы ездили на турнир в Чехию, играли с ребятами постарше. Каково это вообще? На самом деле, сначала очень переживал, потом как-то на сборах уже влился в коллектив. И, в принципе, коллектив подобрался очень хороший. И парни такие все дружелюбные, всех, в принципе, поддерживали. Поэтому я даже, в принципе, не волновался уже на турнире и играл, как всегда играю. А помогло то, что вы играли с Марченко, с Морозовым, в который вы в сходе и в молодежке играете? С ними, прежде всего, мне легко морально, потому что я знаю этих людей хорошо, они меня тоже знают, они меня постоянно поддерживают, потому что я такой эмоциональный человек, в принципе, и все близко к сердцу принимаю. Они меня как-то в колее держат и успокаивают. Это мне помогает. Поездка на молодежный чемпионат мира в Ванкувер это вот такая главная сейчас цель перед вами? Ну, короткосрочная цель, да. Тренеры сказали, что шансы есть, и надо цепляться за это. Василий, уточните, сколько смен провели и какой самый ценный совет получили от партнеров в этот вечер? Три смены провел боевые, и, наверное, от Никиты Гусева сегодня. Я говорю, Гуси, у меня все, у меня ноги трясутся, я не могу. Он говорит, два раза выдохни, и все, и пойдет. Вроде как, чуть-чуть помогло. Добрый вечер, коллеги. После матча в пресс-конференция. Андрей Мартимьянов, главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист». Несколько слов об игре, пожалуйста. Ну, во-первых, хотелось бы поздравить команду «СКА» с победой. Очень хорошо играли. К сожалению, в нашей команде из полевых игроков я не могу видеть, не могу. Большие претензии как или в атаке команды, так и в обороне. Сегодня «СКА» нам наглядно показало, как надо готовиться и играть с командой, которая представляет. «Автомобилист». Они думали, что сегодня на поле биться за победу, но, к сожалению, поиграть в хоккейчик в честь. Это не получилось, и, как правило, результат опять. Ну, это нам хороший урок на будущее. Будем готовиться к следующему матчу. Спасибо. Спасибо. И главный тренер «СКА» Илья Воробьев. Большую часть мне сказали, поэтому... Ребята молодцы, значит, выполнили плавную игру, установку. Победили. Готовимся дальше. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Константин Гусев, Телеканал 78. Илья Петрович с победой. Никита Гусев посоветовал Василию Подколзину два раза выгоднуть и ничего не бояться. Какие слова вы произнесли, что 18-летний юноша поменьше нервничал? Ну, он нервничал, конечно. Там ребята помогали ему, и перед игрой тоже говорил ему, что просто наслаждайтесь обстановкой ситуации. Он очень хороший парень, и, знаете, был на тренировках несколько раз у нас, и вы знаете, как он по детям играет, по своему возрасту, что он там лучше. Но его немножко так это потряхивало, но мы в один спорим. Спасибо. Дебют, наверное, с Кусим Дуцуком, незабываемой в жизни. Спасибо большое. Если позволите, вопрос тренеру гостей. Вот в своей команде никого не выделите, а если говорить о сопернике, удивила ли вот эта рокировка, то, что Карпов в первом, извини, Якупов в третьем вышел. Спасибо. Ну, тяжело сказать, Карпов. Три забил. Чего надо удивлять. Командовская длинная скамейка, там ротация нормально идет, и удачные сочетания нашли. Плюс тренерского штаба, что человек, кстати, три гола забил. Нет, не удивлю. Кстати, Леонид Петрович, это экспромт был, или все-таки там Якупову, допустим, слева хотели посмотреть, или Карпов хорошо смотрелся в первом? Экспромт? Да нет, не экспромт. Так решили. Что значит экспромт? Можно же не набазарить, чтобы экспромт делать. Наигрывался, но так и наигрывался уже, пока мы были в Финляндии. Так, сочетание, так тройка наигрывался. Олег Александрович, Матч ТВ, Андрей Алексеевич. Вопрос вам. Автомобилист не лучшим образом провел концовку второго периода, пропустив три. В чем причина, на ваш взгляд? Ну, здесь я думаю, что в потере концентрации соперник прибавил, делал наложение хорошее, парни подсели, и очень здорово сыграли большинство. Немножко, чуть-чуть была небольшая растерянность, но в принципе, единственное, за что в команде, что не опустили руки и шли до конца все-таки хотя бы третий период. За это в команде спасибо. А так, да, пускай очень мощный, но мощный наторг входит в следующем матче. Спасибо. Андрей Алексеевич, может быть, к вам вопрос. Автомобилист недавно выступил с заявлением о том, что на клуб ведется информационная татра. Извините, только по игре вопросов сегодня. Илья Петрович, по игре такой момент, то, что вот сборники сегодня заявлялись по степени физической истощенности, скажем так, кто более свежее выглядел, тот и играл. Ну, да, по многим факторам. И это был тоже один из факторов. Друзья, по факту мы уже подводя итоги матча СКА Автомобилист, который закончился победой СКА за счетом 5-2. Я не хочу разглагольствовать, а хочу сказать три спасибо. Первое спасибо адресуется командам, которые показали великолепный хоккей, очень крутой хоккей. И СКА Автомобилист были молодцами. Они показали, как нужно играть командам в рамках центральных матчей. Вот таким они должны быть. Не СКА ЦСКА, которые 1-2, 1-3. Второе спасибо отправляется болельщикам, которые создали невероятную атмосферу в сегодняшнем матче в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце спорта. Это был действительно крутой. Пожалуй, лучший перформанс от болельщиков. И причем это касается не только фан-сектора, но и всего Ледового. Всех 11700 зрителей, которые пришли сегодня на матч. И третье спасибо адресуется главному тренеру-автомобилиста Андрею Мартимьянову. Его прес-конференция это самое лучшее, что есть на планете КХЛ. Все вам самого доброго. С вами был комментатор Андрей Менк. Подписывайтесь на YouTube-канал Павла Лысенкова. Вступайте в группу ВКонтакте Хоккейная Империя. Услышимся. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok